Глава четырнадцатая книги Моисея Бытие Гоморрского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Сиваимского и против царя Белы, которая есть Сигор. Все сии соединились в долине Сиддим, где ныне море соленое. Двенадцать лет были аги в порабощении у Кедор Лаомера, а в тринадцатом году возмутились. В четырнадцатом году пришел Кедор Лаомер и цари, которые с ними, и поразили Рефаимов в Аштеров Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве Каряфаиме и Хореев в горе их Сиири до Эл-Фарана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мешпад, который есть Кадес, и поразили всю страну Амаликитян и также Амареев, живущих в Хацадсон-Фамаре. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Сиваимский и царь Белый, который есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сиддим. С Кедор Лаомером, царем Еламским, Фидалом, царем Гаимским, Амрафелом, царем Сеннарским, Ариохом, царем Еллосарским, четыре царя против пяти. В долине же Сиддим было много смоляных ям, и цари Содомский и Гоморский, обратившиеся в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморы, и весь запас их, и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, Амариянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзниками Аврамовы. Аврам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал неприятелей Додана. И, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедор-Лаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина царская. И Мельхиседек, царь Солимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, «Благословен Аврам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Аврам дал ему десятую часть из сего. И сказал царь Содомский Авраму, «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Аврам сказал царю Содомскому, «Поднимаю руку мою, Господу Богу Всевышнему, владыки неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из сего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Аврама». Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Амер, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю.